Привет! В этом ролике я расскажу вам про рычажный подседельный амортизатор, всем известный как SANTUR. Расскажу вам про свой личный опыт его использования и проведу сравнение с вот таким вот телескопическим амортизатором, которым я пользовался уже 4 года. Только самое важное и кроме этого покажу вам, как эти амортизаторы работают в реальной эксплуатации на велосипеде. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, я вам сразу скажу, что если мы будем сравнивать обычный держатель сидения, алюминиевый или стальной, не важно, обычная трубочка и самый простой дешевый телескоп, то однозначно по комфорту передвижения, по комфорту езды вот даже такой простой амортизатор лучше. Давайте озвучим цену, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Телескопический амортизатор простой стоит около 1000 рублей, 1000-1500, может быть 2. SANTUR, рычажный параллелограммный амортизатор, стоит минимум 4000 рублей, обычно 4500. То есть разница по стоимости у этих штырей в 4 раза и, соответственно, по комфорту, так как я уже поездил на том и на другом, действительно разница тоже есть. Важный момент, про который меня просили ребята в моем телеграм-канале рассказать, это вес. Я специально зашел с этой пачкой штырей в пятерочку, которая, как известно, выручает и по очереди взвесил все эти штыри. Точный вес вы сейчас видите на экране, самое главное понять суть, чтобы очень представлять эту ситуацию. Обычный держатель сидения, алюминиевая труба, не стальная, весит 300 грамм. Телескопический штырь Zoom 400 грамм весит. И вот этот вот SANTUR, шикарный рычажный подсидел, который в нескольких плоскостях амортизирует, с увеличенной длиной. Он на 50 миллиметров длиннее, чем обычный средний штырь, который продается. Просто для того, чтобы был у меня больше запас по вылету, я купил поэтому увеличенный. Он весит 800 грамм. То есть, если вы купите его на 5 сантиметров короче, то он будет весить значительно, конечно, меньше. То есть, разница, еще раз, между полным весом SANTURA и обычной алюминиевой трубой крепления сидения всего лишь полкилограмма. В масштабах велосипеда и грузы, которые вы с собой везете, это вообще просто капли в море. Не стоит заморачиваться из-за такого веса и переживать. То есть, даже самая простая амортизация уже значительно увеличивает комфорт от катания и, соответственно, сохраняет ваше здоровье. Потому что меньше ударов в позвоночник, я думаю, понятно, что это лучше для организма, когда вы все-таки эти планы. Однако, когда вы ставите себе рычажный подсидельный амортизатор вот такого типа, комфорт возрастает в несколько раз по такой причине, как именно, как прикладывается вектор, в какую сторону SANTURA может гасить нагрузки и вибрации относительно своего положения. Смотрите, есть такие электросамокаты KUGA M4, вот Луна у меня была, это 2 Сибири. И там сиденье ставится вертикально. И когда вы на него садитесь, оно прожимается, вот эта пружина, и вы едете на подвесе. То есть, самокат подпрыгивает на кочках кверху-книзу, и вы плавно на этой пружине качаетесь. Но когда вы такой телескопический амортизатор ставите себе на велосипед, он у вас расположен не вертикально, а немножко под углом. И поэтому вектор приложения усилия и вектор тех усилий, которые ему нужно амортизировать, сильно меняется. То есть, он не может амортизировать ход рамы относительно сиденья вперед или назад, и полностью передает это усилие обратно на сиденье. То есть, эффект амортизации снижается, когда вот такой амортизатор работает под таким углом. А именно под таким углом крепятся абсолютно все сидения, вообще на всех велосипедах, которые мне известны. И вот здесь вот приходит на помощь рычажный подсидельный амортизатор. Ему без разницы, под каким углом приложено усилие, под каким углом установлено сиденье. Вот так вот оно установлено, или вот так вот он все равно будет работать. Если оно стоит вертикально, допустим, поставили себе его на Kuga M4, вы садитесь, и он работает. Ну, то есть, вот, работает нормально. Если вы ставите его на велосипед, вот под таким вот углом, или у вас шоссейник, и там угол еще больше, то он все равно работает, потому что именно за счет вот этих рычагов, хоп, и он пружинен. Более того, когда вы наезжаете на неровности дороги, передняя часть велосипеда подскакивает рама. Вот так вот происходит, как это передать на камеру. И он это тоже амортизирует, потому что за счет вот этих вот рычагов. То есть, рама велосипеда идет вверх, а рычаги идут вниз. То есть, не передается на прямое усилие, не передается прямое усилие удара с рамы велосипеда в вашу пятую точку. И то же самое, когда вы, допустим, спрыгиваете из бордюра, или каким-то образом наезжаете задним колесом велосипеда на кое-то кочку, резко смещается вперед вот этот вот штырь, видите, оп, а сидение остается на месте. То есть, точно так же гасится вот этот удар. Принципиальная разница именно в векторе прилагаемых усилий и механизме работы вот этих двух амортизаторов. Поэтому рычажный имеет больше элементов, соответственно, именно поэтому он стоит четыре раза дороже. То есть, еще раз, сантур стоит примерно четыре с половиной тысячи, телескоп стоит тысяча-полторы тысячи рублей. Давайте повнимательнее рассмотрим сантур. А вот этот вот люфт, который сейчас здесь сделан, это для того, чтобы продемонстрировать вам его ход. Разумеется, его можно убрать. Снизу имеется регулятор пружины преднатяга и на телескопическом точно такой же, и на сантуре точно такой же. И можно преднатянуть пружину, вот так вот, чтобы не было никакого люфта. Вот видите, то есть, никакого люфта нет. Более того, если у вас вес какой-то серьезный, там вы под сотню килограмм весите, вы можете еще более затянуть эту пружину, и у вас будет меньше свободный ход. Меньше продав вот этого амортизатора, когда вы только садитесь на велосипед, еще пока вы никуда не едете. Но так как я любитель мягкости, все-таки я делаю себе самый минимальный преднатяг. Главное, чтобы не было вот этого люфта. Такой вот ход амортизатора у нас есть, и как вы уже поняли, более лучше будет работать, так как он в нескольких плоскостях может гасить передаваемые травмы усилия на сиденье. Давайте сравним внимательно, как работают оба этих амортизатора на одном и том же участке дороги. Вот смотрите, сейчас я выезжал на велосипеде и специально проехал по одной и той же дороге, с одной и той же примерно одинаковой скорости на этих амортизаторах, чтобы вы поняли, как они ведут себя в реальной эксплуатации. На самом деле это сложно снять и закрепить камеру так под сиденьем, чтобы было понятно и видно что-то еще, кроме моих джинсов. Тем не менее, я думаю, по вот этим вот роликам сейчас вам более-менее становится понятно, как это все работает. На что обратить внимание при выборе такого амортизатора? Конечно же, самый главный параметр это установочный диаметр. 27,2 мм это самый основной ходовой диаметр установки подседельного шатаря. То есть у меня все велосипеды, которые были, они почему-то все имеют именно вот такой 27,2 мм стандартный диаметр. Однако, если у вас диаметр больше, то есть специальные переходные пластмассовые такие втулочки, которые одеваются сюда на трубу, чтобы увеличить ее диаметр и, соответственно, вставляются в раму велосипеда. Кроме того, интересный момент, тут вот, наверное, сейчас будет видно, да. Я купил сам тур увеличенной длины, то есть он на 5 см длиннее, чем вот эти вот обычные амортизаторы на 50 мм. Ну вот, видно, да. Это сделано для того, чтобы был запас по выдвижению этого штыря из рамы до отметки Min Insertion, так сказать. То есть это отметка, на которой минимально вставляется, чтобы не выломать, собственно говоря, раму от этого штуковина. Если вы себе еще не приобрели такой вот амортизатор, то я рекомендую. То есть реально тема проверенная. Еще важный момент, как обезопасить от кражи на своем велосипеде вот этот вот сантур за 4-5 тысяч рублей, смотря за сколько вы его купите. Если у вас на велосипеде стоят вот такие быстросъемные хомуты на сиденье, вы можете их поменять. За 150 рублей на озоне вы можете купить такой же хомут, но без быстро зажимного вот этого механизма. Причем вы можете сюда поставить либо болтик с шестигранником, либо болтик с какой-нибудь там науроченной звездочкой с выпердышем по центру, чтобы невозможно было быстро подойти к вашему велосипеду и этот штырь открутить и украсть. Более того, вот это место, чтобы не видно было, какой формы, собственно, сюда нужно совать ключ. Можно замазать пластилином, да, детским пластилином. И будет все гораздо четче. То есть вы ставите сантур на свой велосипед, закрепляете таким хомутом и все. То есть снять его быстро невозможно, потому что нужно откручивать болт. А чтобы открутить болт, нужно знать, какой нужен инструмент шестигранник или звездочка. А так как он замазан пластилином, вообще никто сходу не догадается, какой инструмент использовать. Поэтому имейте в виду. Еще раз, мое категоричное мнение, если есть возможность, сразу покупайте себе рычажный подсидельный амортизатор. Если нет возможности, то можно начать вот с такого простого. Ну и если вам нужен такой амортизатор чисто на самокат, на котором сидение расположено вертикально, то вполне достаточно вот такого телескопического штыря. То есть мое однозначное мнение. Вот так вот. Всех благодарю за просмотр. Катайтесь с удовольствием. А вот, амортизатор реально тема. И можно еще вот так. Да, так вот. Супер. Спасибо. 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 Продолжение следует...